Субтитры создавал DimaTorzok Всеволод Борисович, кстати, наш земляк, ленинградец. И вот интересно, а как он переживает это событие? И какой ему сейчас видится наша родина в нынешних непростых отношениях между Россией и Европой? Итак, у нас на связи из туманного альбиона Сева-Сева Новгородцев, город Лондон, Би-Би-Си. Ура! Здравствуйте! Здравствуйте, господа! Сева, как вам можно обращаться? Сева или Всеволод Борисович? Как удобнее? Да ладно, Всеволод Борисович, я был в молодости. Сейчас на старости лет только Сева. Итак, Сева, первый вопрос. Вот я помню, когда я еще был маленький, только пришел из армии в 87-м году, со стареньким приемником ВФ-202, нежно, самыми кончиками пальцев, прикасаясь к ручке настройки, чтобы не звездить волну, ловил ваш голос в океане радиоэфира. Таких, как я, были миллионы. И вот теперь программы вашей больше нет. Как вам далось это решение и ваши эмоции после этого? Все очень просто. Годы подошли. Журналистикой заниматься каждый день довольно для организма вредно. И когда вред пересилил пользу, пришло решение это дело закончить. Но связь наша с Би-Би-Си не прекращается. Сева, часто про вас говорят, что вы разрушили железный занавес. Вы разрушили железный занавес? Да я просто ходил на работу и шутки придумывал, чтобы повеселить свою публику. Мне же очень важно было, чтобы ни о чем я там рассказываю, ни вот я вещаю, а мы сидим, нам весело, и мы друг другу подмигиваем, хихикаем, как двоечники на задней парте в классе. Вот из этого все и выросло. Вы понимаете? Начинаешь с человека. А когда все это умножается на какие-то нули, получается, что вся система начинает под твоим воздействием. Не то, чтобы шататься, но, в общем, что-то ощущать. Что-то ощущать. Скажите, пожалуйста, Лондон и Петербург, Ленинград. Вот насколько похожи эти города? Или это абсолютно две разные вселенные? Лондон, в принципе, это Питер. Только река поуже, климат помягче, людей побольше. И архитектура, может быть, не такая цельная, как в Питере. Здесь очень много эклектики и зелени больше. Но, в принципе, параллели колоссальны. Ну, и я подошел к вопросу. А вот скажите, пожалуйста, а как сейчас в Европе относятся к России, к Петербургу, вот в нынешних, скажем так, непростых условиях? Меня интересует мнение вот на уровне обывателей, не на уровне официальной политики. Петербург все хвалят, особенно те, кто туда ездили туристами. Я лично в Петербурге не нахожу тех людей, с которыми я вырос. Здесь бывало, что выйдешь на Невский, а там толпа в одну сторону и в другую валит. И за один вечер встретишь всех своих знакомых. Когда гуляешь, особенно по солнечной стороне Невского проспекта. Да, да, увидишь всех писателей, всех актеров и так далее. Ну, и, конечно, много было каких-то неотъехавших евреев, какие-то грузины гуляли веселые, рестораны были полны, и, в общем-то, жизнь бурлила. Этого, конечно, ничего уже сейчас нет. Скажите, пожалуйста, вот я говорил со многими рокерами, Шевчук, Кинчев, Гребенщиков, они говорят, что вы воспитали их, они воспитывались на ваших программах, а потом они создали такое уникальное явление, как Ленинградский рок. А Ленинградский рок, соответственно, во многом принял участие в воспитании уже моего поколения. Вот вы чувствуете ответственность за то, чему вы нас научили? Я вам сейчас расскажу страшный государственный секрет, государственную тайну, которую никто не знал. Помните программу «Взгляд»? Ее ввели впервые в октябре 1987 года. Много лет спустя я беседовал с первым ведущим, с Любимовым, и он по секрету мне сказал, что программу «Взгляд» открыли или разрешили по специальному решению ЦК КПСС для того, чтобы оттянуть молодежь от подрывных передач этого новгородцева. Так что вот в этом смысле я что-то полезное, видимо, сделал. Вот я, ваша аудитория, русскоязычная, целевая аудитория, что бы вы мне сказали? Какой-то смысл бы, может быть, открыли? Самый главный принцип, господа, я с вами поделюсь, это принцип актерства по Станиславскому. Если переделывать его на радио или на телевидение, надо сказать, что любить надо не себя в радио, а радио в себе. Люди очень чувствуют душевное тепло, честность и всякие другие достоинства. Но вот этот принцип «не люби себя в радио, а люби радио в себе», этот принцип можно применить и на телевидении, и на всю жизнь, на всю новую жизнь. Конечно, конечно, это христианский принцип. На все проявления жизни. Любви к ближнему, а очень, ну, я не хочу никого не осуждать, не ругать, но часто видишь, как человек раздувается от сознания собственного величия. Вот это гибельный путь. Знаете, я давно хотел, мечтал даже сделать следующее. Вот всегда мы здесь на берегах Невы слушаем вашу эту знаменитую заставку, а теперь мы сделаем наоборот. Вы там на берегах Темзы, отсюда, с берегов Невы, мы вам пошлем эту заставку, чтобы вы ее послушали отсюда. Пожалуйста, режиссера, дайте заставочку. Сева, Сева, новгородцы, город Лондон, Би-Би-Си. Шикарно, шикарно, шикарно. Спасибо большое. Напомню, что с нами на связи из Лондона был легендарный Сева новгородцев, с которым мы говорили о том, что еще одна нить, связывающая нас с прошлым империей СССР, порвана. Ну и полетели дальше. Северный 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 С